Экспедиция «Вместе по русскому северу» стартует 1 июля из Вытигры. В этом году, как и в прошлом, в плавание на гафельной шхуне отправятся дети – воспитанники детского центра «Корабелы Прионежья». Всего в исследовательский поход отправляются 32 юных моряка. Все подготовлено, ребята отобраны, судно 15 июня будет готово и испытано. Все остальные вопросы тоже решены. Все маршруты, все точки маршрута продуманы тщательно. Везде есть ответственные. Мы хотим даже сделать как образец организации вот такой детской экспедиции подготовку вот этого гранта. С тем, чтобы и другие грантополучатели могли воспользоваться этим опытом. Да и самим нам на будущее это будет полезно. Я очень благодарен всем, кто готовил эту экспедицию. Огромная проведена работа большим количеством людей в разных регионах нашей страны. В Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Карелии, Вологодской области. Взрослые сработали очень хорошо. А для ребятишки, я уверен, сработают все лучше. Под парусом моряки пройдут всю Онегу и Ладогу. Затем выйдут в Финский залив и сделают остановку в Кронштадте. А после посетят Санкт-Петербург и отправятся в обратный путь. Весь маршрут рассчитан на месяц. В Санкт-Петербурге у них будет большая программа. Но, во-первых, они будут участвовать в работе круглого стола в самой штаб-квартире Русского географического общества. Это вообще самый центр, это альмаматор, это все, откуда начиналось Русское географическое общество, которое родилось в 1848 году, в 1845 году. Там у нас великолепный музей, у нас там архивы. И им расскажут о тех великих людях, исследователях и путешественниках, которые совершили в рамках деятельности Русского географического общества географические открытия, где они прошли маршруты. Им покажут и расскажут все уникальные материалы, которые хранятся в наших архивах. Они также побывают в Кронштадте. У них большая программа по Кронштадту. Они узнают хорошо Санкт-Петербург, потому что экскурсия по Санкт-Петербургу. У них будет экскурсия по каналам Санкт-Петербурга. У них будет экскурсия в великолепный музей, который сейчас, частный музей открылся в Санкт-Петербурге, музей, который рассказывает о истории Второй мировой войны. В экспедиции участники займутся исследованиями. В этом году помимо изучения воды и обитателей озер, ребята будут изучать историю. А поможет им в этом Русское географическое общество и Вологодский госуниверситет. У нас две темы являются сквозными и проходят каждый год по всем водным маршрутам. Это качество воды в водоемах. Очень важно, почему для туристов, можно ли пользоваться этой водой для того, чтобы сварить себе суп, попить чай, покупаться без... и так далее. Вторая тема, которую мы продолжаем уже много лет, это оценка рыбных ресурсов водоемов. Тоже не секрет, что большинство водоемов Русского Севера посещаются, прежде всего, любителями рыбалки. И на самом деле водоемы еще сохранили свой потенциал, очень много большой биоразнообразия их теофауны, и в том числе промысловых рыб. Ну а новое, что мы в этом году добавляем, у нас очень усиливается историческое еще направление. Вот в этом году экспедиция идет по одному из древних участков очень исторических водных путей. Вот путь от Белого моря до Онежского озера, он входил в несколько маршрутов водных, которые имели евразийское значение, то есть международное значение. Во-первых, на этом отрезке проходил до Ладожского озера путь из Варяков в Греки. Потом он уходил к озеру по реке Волхов к Новгороду и дальше уже шел к Черному морю, по Днепру. И кроме этого, здесь же проходил путь из Варяг в Персы, то есть это по Волжский путь, он еще назывался раньше, и в Каспийское море. Во время всего водного этапа экспедиции детские экипажи ждут мастер-классы и занятия по судовождению и судоходству, парусному делу и оказанию первой помощи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова